Дорогие друзья, хочу сегодня обсудить одну тему, которая все больше и больше звучит у нас в паблике. Много приходят обращений, переживаний, исходя из ситуации в экономике, а как будет развиваться ситуация с решением проблем обманутых дольщиков. Действительно, ситуация непростая, но, несмотря на все эти вызовы и проблемы, сегодня хочу еще раз подчеркнуть, мы занимаемся решением этого вопроса. У нас с вами, если говорить о конце июля 2019 года, в Саратовской области было 46 домов обманутых дольщиков. 31 дом мы договорились, что будет достраиваться или по ним будут выплачиваться компенсации за счет Дом РФ, фонда, в который создан защита прав граждан-участников долевого строительства. По 15 домам решение будет реализовывать Саратовская область за счет своих возможностей. И в этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что обязательства перед 3870 гражданами берет федеральная структура, а 989 граждан будут решать проблемы через возможности Саратовской области. С применением региональных механизмов по пяти домам восстановлены права граждан, два дома введены в эксплуатацию, это 84 гражданина, по трем домам выплачена денежная компенсация, 114 граждан, планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году 10 домов, 800 граждан. В этой связи хочется сказать слова благодарности, что губернатор взял эти вопросы на контроль и вместе с депутатами Государственной Думы занимаются решением этих вопросов. Понятно, что область сама не в состоянии решить накопившиеся проблемы, именно поэтому мы, проведя слушание в Государственной Думе, внеся изменения в законодательство, причем неоднократно вышли на возможности, которые сейчас есть у Дома РФ, у Фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства, которые позволяют нам решить проблему в Саратовской области за счет средств федерального бюджета. В отношении 27 домов из 31 на сегодняшний день заключены соглашения между Саратовской областью и Домом РФ. По четырем домам планируется заключение соглашения в 2020 году, это касается 368 граждан. Наблюдательным советом Дома РФ рассмотрены 16 домов, из них по двум объектам принято решение о завершении строительства, это ЖСК «Победитель» и ЖСК «Оптимист-2018». На текущий момент ориентировочный срок ввода в эксплуатацию указанных объектов – декабрь 2021 года. По 14 домам принято решение о выплатах денежных компенсаций. Несмотря на проблемы, мы постараемся максимально решить проблему в текущем году, и если только у нас что-то не получится, как и говорил ранее, у нас 21 год с вами, для того, чтобы оставшиеся проблемы завершить. У меня был разговор и с руководством Дома РФ, и с руководством фонда, и с руководством профильного министерства правительства, и с вице-премьером, который курирует эту сферу. Мы держим на контроле решение проблем по Саратовской области. Я надеюсь, что такого больше не повторится. Ну и, конечно, всем нам надо быть более осмотрительными при выборе застройщика, с тем, чтобы не оказаться в этой ситуации. Но никого не оставим один на один с этой проблемой до конца. Доведем взятое на себя, и надеюсь, что точку поставим в этом вопросе, когда в Саратовской области не будет обманутых дольщиков. Спасибо.